Она получила письмо. Она сказала, я не знаю, что делать. Многие в нашей церкви не знают, что делать. У нас были замечательные служения. Дух Господень был с нами. Но пастор наш думал, что что-то больше нужно. Что церковь недостаточно быстро растет. И он услышал о пробуждении. И он отправился на это пробуждение. И вернулся три месяца назад домой. Он встал, чтобы проповедовать. И стал смеяться. Полчаса. Он не мог контролировать себя. Он просто смеялся и смеялся. Не было проповеди. И он сказал нам, это новое движение Святого Духа. Мы пришли на следующей неделе. Воскресное утро. Он встал. И он начал бесконтрольно трестись и смеяться. Без проповеди. Три месяца. Нет проповеди. Только смех. И он называет это движением Божьим. Позвольте задать вам вопрос. Дух Святой, который написал эту книгу. Который сказал, что истина сделает вас свободными. Вызовет ли он такой смех у служителя, что тот не сможет проповедовать его слово? У нас сейчас есть служение. Лают, как собаки. Животные звуки разные издают. У меня есть кассета проповедника просветания. Я не называю каких-то именов. Я не пытаюсь уничижить этих людей. Я говорю о священстве Авиафарова. Которое угодничество людям. Которое отказывается грех исправлять. Один из пасторов сказал, Отложите ваши Библии. Она вам ничего не скажет. Другой. Служитель на своих руках и коленях. Он бегает, как собака. Бегает вокруг и лает. Другой на коленях и на руках стоит. И ему повязали на шею ошейник. И жена его ведет по проходам. И поет песню. Куда поведешь меня, я последую за тобой. Есть другая кассета. Пастор проповедует. Люди разбегаются, набивают его карманы деньгами. Деньги льются ему в карман. Новая доктрина Соединенных Штатов из Евангелия успеха Вот какова. Если ты хочешь быть благословен, найди самого благословенного проповедника, найди самого богатого пастора. Это знак о том, что Бог его употребляет и благословяет. Если ты хочешь иметь благословение, ты отдай деньги твои не в церковь. Но ты отдай деньги человеку, который более благословен. Чтобы ты имел самые лучшие шансы на благословение. У меня есть еще кассета. Люди посылают мне их из всех мест Соединенных Штатов. И я наблюдаю за этим. Я говорю, что мушащие. Где конец от моего смысла? Где развлечение духовное? Вот человек, который очень известен. И он ходит по собраниям. И он шипит, как змея на людей. И потом начинает как змея измеваться попом. Человек пятьдесят ползают под своими креслами. И бегают вокруг всех. Поют песни. Бежи за деньгами. Чем быстрее побежишь, тем больше денег получишь. Пятидесятник. Харизматики. Картину получите такую. Вот здесь люди лают. Кто-то там шипит. Проповедник пытается проповедовать. В него деньгами бросают. Набивают карманы деньгами. Люди вокруг бедут. Они называют это Святой Дух. Я рыгаю. Потому что приезжают люди, как из России. Слышали Евангелие здесь? Кто-то из вас может быть в этом. И может быть, вы на меня сейчас злитесь. Но я хочу сказать вам нечто. Это не то, что я считаю о моем Иисусе. Я не вижу призывов к алтарю. Я не вижу людей, рыдающих о грехах своих. Когда я в церкви Тайм-Сквере, я смотрю сюда, и я вижу 7 человек, мужчин, одетые в женское. Трансвестит. Алщит Бога. Я смотрю сюда, и здесь звезда, кинозвезда молодая. Она через 2 дня будет совершать самоубийство. Выпрыгнет с 11 этажа. И я вижу исполнительного директора президента корпорации, получив обязанности. Он потерял свой бизнес. Он сейчас на улице. Он был мультимиллионер. Кокаин стоил всего для него. И он на улицах. Он грязный. И я сюда смотрю. Я вижу 15-летнего мальчика. Его брат умирает от спида. Мне здесь не на чем смеяться. Я не могу смеяться над этим. Я не могу смеяться. Я не могу смеяться. Я не могу смеяться, когда они Духа Святого выставляют по спешищу. Дух Святой приходит, чтобы обречить о грехе и в праведной и о суде. Я не могу смеяться. Я не могу смеяться.